Мэр Москвы заявил, что реальное число зараженных значительно превышает официальные данные. Чтобы остановить пандемию, жители столицы обяжут использовать защитные средства в общественных местах. По словам Собянина, результаты скрининговых исследований показывают, что на самом деле коронавирусом болеют уже больше 300 тысяч москвичей, 2-2,5 населения, хотя в официальной статистике говорится о 93 тысячах. Не во всех случаях диагноз удается зафиксировать. При этом по выявляемости COVID-19 Москва обошла Нью-Йорк. По оценке большинства экспертов, в Нью-Йорке давно достигнут объем заражений, равных 50-60% всего населения города. Это около 4-5 миллионов человек. По выявляемости Москва уже вышла на уровень Нью-Йорка. «Мы, пожалуй, даже больше переплюнули Нью-Йорк», — заявил Сергей Семенович. Для борьбы с пандемией разработаны новые меры. С 12 мая власти вводят в городе масочный режим. Жители столицы будут обязаны в метро и в другом общественном транспорте надевать медицинские маски и перчатки, — рассказал мэр в эфире канала «Россия-24». Также продолжит действовать система цифровых пропусков, ослабления режима не будет. Совершенно понятно, что история с пандемией достаточно длительная. Если мы раньше могли еще предположить, что вся эта ситуация у нас закончится в течение месяца, то сейчас мы видим, что достаточно длительный период потребуется, чтобы побороть эпидемию. Это означает, что мы достаточно длительный период живем и будем жить в новой реальности, не очень комфортной для всех нас, и для экономики, и для людей, и для здоровья, — пояснил Собянин. Собянин призвал москвичей оставаться дома 9 мая и посмотреть авиапарад и салют с балконов или по телевизору. За порядком и отсутствием толп на улицах столицы будут следить полицейские. Мэр добавил, что плановое отключение горячей воды в Москве откладывается как минимум до 1 июля. Отключать водоснабжение не будут, пока продолжается самоизоляция. В столицу за сутки было выявлено 6703 новых, инфицированных коронавирусом. За 24 часа в городе скончались 39 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста. При этом власти города планируют приступить к поэтапному снятию карантина с 12 мая. Вскоре возобновят работу промышленные и строительные предприятия. После этого россиянам разрешат прогулки, а затем откроются парки и скверы. Ранее эксперты предупреждали о риске заражения COVID-19 даже дома.